Здравствуйте дорогие подписчики канала ДВК Медиа, уважаемые слушатели радиостанции Рады Музыки. У нас очередной информационный повод в эпоху пандемии, коронавируса, но тем не менее мы продолжаем приглашать в студию людей, тем более когда, ну скажем так, люди достаточно долго держатся на сцене. У нас в прошлом году был лидер Каней Буденова, а в этом году наша комсомольская команда Forrest Gump отмечает свое 20-летие, точнее в августе уже отметила. Но мы на нашей радиостанции никуда не торопимся, поэтому решили пригласить ребят поговорить. Есть еще один повод, очень интересный, о нем я чуть позже расскажу вам тоже, ну или сами ребята расскажут. Итак, знакомьтесь, комсомольская Гретта Ван Флит, группа Forrest Gump в студии. Ну почему, да? Гретта Ван Флит, это команда из Соединенных Штатов Америки, играют краудрок, классический рок. Три брата, Кисзис, как-то так у них фамилия, три брата собрались, тоже пригласили стороннего ударника и решили немножечко пошуметь в стиле 70-х. Руслан и Тимур Хамитовы, третий брат сегодня не смог прийти, а что не смог? Да, ну там вечно заняты у нас. Понятно. Ну в принципе, по-моему, ребята в рамках блиц, 10-минутного блица для фестиваля притяжения уже рассказывали, да, как вы создавались. Что? Втроем там собрались, да, дома под Сегу пошуметь, чего-то там попринчать на кастрюлях, в итоге родилась группа. Ну, по-моему, классическая вещь, да? Поэтому давайте коснемся сразу вот так, насколько творчество. Понятно, что панк-рок, да, ну там в 70-х это была музыка свободы, а у нас в Комсомольске это просто кто играть нормально не умел, вот как ребята, да, те отбрались за гитарой, мы будем играть панк-рок. Вот сегодня вы себя позиционируете как панк-рок, продолжаете позиционировать? Или это все-таки уже какой-то другой уровень, там, инди-рок или, я не знаю. Ну, отчасти, наверное, панк-рок как бы, да, и прошлому отдаем, плюс не сказать, что хоть 20 лет прошло, я не скажу, что у нас уровень мастерства прям поднялся намного, да, кто-то там развивается, а гитаристы у нас лучше уже играют там. Но все равно панк-рок, он такой для души, иногда просто хочется поиграть. Ну и песни, тут опять же, какая песня, бывает песня прям не ложится, ты что-то ее усложняешь, вот мы сколько пробовали некоторые песни, там, разбавить аранжировки, что-то придумать, играешь, ну не то пальто. А вот просто ее шлеп-шлеп, как ту же лажу, там, или вот наша, там, не все, там, это. Она просится просто сыграть, 4 аккорда, ничего не добавлять, вот бах-бах, и там вместо соло просто там помочить, барабаны поударять. И оно, как бы, сама песня такая, она вот просится. Ну, лирическая песня о любви, одна из редких моих песен, у меня мало о любви, в основном такие. Я знаю, что будет со мной до пяти, с пяти до семи, и с семи до утра. Правила этой нелепой игры кто-то придумал, но точно не я. Пунктиром отмечены все мои встречи, но вот в моей жизни появляешься ты. И сразу не важно, мой парус бумажный вновь наполняет ветер любви. Но кто ты такая, чтобы влюбиться, подобного мне, и навсегда остаться со мной, нарушая границы, переступая черту бытия. Стать одним целым и быть под прицелом, время проверить на прочность не раз. Но я доверяю тебе, ведь я знаю, какая любовь. Бывает лишь раз. Теперь у нас на двоих одно сердце, возле которого сплелись две души. Распахнуты окна, раскрыты все дверцы. Ты можешь молчать, но лучше скажи, где ты была, и как так случилось, что ты появилась в жизни моей. Вонзилась, как скальпель, и стало нереальным все до тебя, до сегодняшних дней. Но кто ты такая, чтобы влюбиться, подобного мне, и навсегда остаться со мной, нарушая границы, переступая черту бытия. Стать одним целым и быть под прицелом, время проверить на прочность не раз. Но я доверяю тебе, ведь я знаю, такая любовь бывает лишь раз. Но кто ты такая, чтобы влюбиться, подобного мне, и навсегда остаться со мной, нарушая границы, Переступая черту бытия, стать одним целым и быть под прицелом, время проверить на прочность не раз. Но я доверяю тебе, ведь я знаю, такая любовь бывает лишь раз. Бывает, конечно, мы пробуем что-то усложнять, что-то новое делать. Поэтому не стоим на месте, конечно. Ну и в то же время и панк, и хард-рок у нас есть, и Руслан-то постоянно экспериментирует, и электронику добавляет, пытаясь что-то тоже свое делать. Поэтому нет такого, что мы в каком-то одном формате уперлись и движемся, или все это только так, только это, мы всегда открыты для чего-то нового. Если бы умели, могли бы и рэп почитать, ну просто совсем не хотим в крайности впадать. Потому что и времени особо нет, чтобы все ухватить. Ну, по возможности стараемся пробовать, экспериментировать. Ну, наверное, благодаря вот таким экспериментам и попыткам чего-то там добавить в старые композиции переиздать, наверное, поэтому 20 лет вы сумели продержаться. Вообще, вот как Фил отвечал по-своему, да, как Коня Буденова, смогли продержаться в Хабаровске 20 лет. Как Форест Гамм 20 лет концертируя, и вас знают, вас приглашают, на ваши концерты ходят, причем огромное количество народа. Как вам удается это делать в городе Комсомольске, где некоторые музыканты жалуются, что нас не слушают, мы никому не нужны? Ну, первое, наверное, почему, за счет чего мы играем. Ну, тут, во-первых, группы, наверное, не играют, у них желание пропадает играть. Почему желание пропадает? Да, вот, я объясняю, да, потому что изначально у нас не было цели какой-то, что вот мы будем сейчас зарабатывать деньги там, или что-то мы будем великими. У нас изначально цель была, ну, просто для себя играть и получать удовольствие, как бы. Мы даже первые пять лет, мы нигде не выступали, хотя назвали, ну, как бы, ребята робкие, нам казалось, мы такую лажу играем. Первые пять лет, это когда вы еще не были Форест Гампами? Не, мы уже, ну, да, да, мы не были Форест Гамп, мы там был санаторий, стресс, потом с СССР. Ну, мы уже, уже через год мы уже научились более-менее играть. На второй год уже все у нас так, уже нормально такая, ну, вот, можно было, в принципе, я вот сейчас слушаю иногда наши старые песни, но, в принципе, нет. Ой, даже лучше. Да, да, и тем более мы тогда ходили на концерты. Раньше было лучше. Да, да, на концерты приходили, смотрели, там, некоторые группы такое играли. Голоса молодые, звонки. Что такое? Ну, на фоне этих ребят мы не так уж и опозоримся такие. И все равно как-то не особо к этому тяготили, прям на сцену, чтобы там нас знали. Играли больше для себя, вот, кайфовали вот именно от своего процесса, что-то какие-то альбомы записывали, и так это. И потом уже все-таки решили на сцене попробовать. Как бы нет амбиций, может, то, что не было каких-то амбиций, какой-то цели, там, что-то заработать. И больше главная цель – получать удовольствие, она как бы сохранилась. Мы приходим, там, раз в неделю для себя поиграли, покайфовали. Плюс, это как творчество себя, самовыражение. Это где-то выплюснул эмоции, опять же, какую-то песню написал, что-то психану, там, раз, спел. Плюс еще кто-то ее услышал, я уже радуюсь, там кто-то сказал. Вот уже противоречишь сам себе, Тимур. Нет амбиций. Есть амбиция – создать контент определенный. Ну, это больше… Как у журналистов есть амбиция создать контент, поговорить с ними. Да, тут уже просят, во-первых, люди, да, уже появились какие-то со временем поклонники определенные, уже просят. Ну, опять же, контент я больше для себя делаю. Как бы мне самому интересно его сделать. Я не для кого-то хочу сделать, а вот… Но это ли не амбиция? Ну, не знаю, тут такая… Мне кажется, это больше всего творчество, вот именно самовыражение. Ну, самовыражаться я как бы не могу, мне надо что-то сделать, а если уже кому-то это самовыражение понравилось, или кто-то хорошо не понравилось, ну, ладно, главное я самовыразился. Не знаю, может, у Руслана как-то по-другому, чтобы у тебя ответ на вопрос на 20 лет почти. Ну, бывает, просто даже песню запишешь, потом сам ее слушаешь, и как пушкать, по сути, для себя. А то, что мы выкладываем, чисто так вот, ну, после сейчас не выкладывать, как-то ненормально. Ну, да, в интернете это все. Клипмейкерство за вами было замечено, уже, по-моему, сколько, да? Три-четыре, если не больше. Больше. Больше уже, да? Ну, я имею в виду, вот, только за 19-20 год прям такая волна прям пошла. Ну, да, да, по-моему, и качественно. А, ну, это оборудование просто появилось. Камеры там… Нет, до этого была камера, мы там записывали, но там… Просто много усилий как-то не прикладывали к монтажу, там, ну, таким как-то… Вот вопрос, это сейчас у вас на уровне и то же самое с датой, или вы с кем-то работаете, с режиссерами, профессиональными постановщиками? Нет, это чисто… Да, да, еще одно хобби, в принципе, помимо видеоклипов мы делали маленькие видеоролики, скетчи какие-то делали, это уже со всем пацанами были, подростками, хотя тогда еще не было такого мода, но мы уже тогда что-то пытались какие-то маленькие, всякие шутливые ролики делать, трэшовый там, какого-то, вышлинять еще что-нибудь, и клипы заодно тоже делали, но они были, конечно, простые, мы особо не парились, там, брали. Плюс у нас Данил, барабанщик, наш третий брат, он увлекается видеомонтажом, у него камера есть, коптер, он там снимает, даже какие-то свадьбы порой снимает, его зовут, там, фотографией увлекается, как бы, это тоже такое творчество определенное, ну, нам больше самим нравится, можно было кого-то пригласить, но вот именно сам процесс, кстати, можно какой-нибудь анонс такой сделать, что у нас, ну, наверное, на следующей неделе выходит клип очередной под песню «Уходим в лес», где мы там в костюме дикарей, там, призываем всех уходить в лес. Вот, не зря пришли, ребята, и клип пропиарили заодно грядущий, и вопрос, ну, что там с альбомом-то, уже в соцсети проскроллировал, обещали, что вроде мы готовим там, что-то. Ну, мы пишем альбом, причем их много, поэтому мы не можем, мы сразу чуть ли не четыре пишем, у нас есть желание записать живой альбом, то есть в студии, вот, к Севен, группа Севен, есть там студия. Дима Куприяна. Да, 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 договорились, вот, хотим там живой альбом записать, чтобы без этих там накладок всяких, как она есть, подставка. А, то есть вообще, вот, вот, как демонстрируй? Да, 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 вот, придем, запишем. Обалдеть. Ну, там, чуть-чуть подправим, может, что-нибудь там, это, а так, в принципе, уже, там есть старые песни, которые мы достали, чуть-чуть переделали, в принципе, путевые песни, я считаю, и хотим их записать. Плюс есть альбом «Мое нытье», это чисто такой оппозиционный, политический, такой на злобу дня, можно сказать, сейчас как бы модно можно сказать про политику. И два альбома, там, уже один матерный, жесткий, вот все эти песни наши, там, «Приберов» и прочие такие, трешняк наш. Мы хотим тоже упаковать в один альбом, и лирический альбом тоже отдельный. Ну, сейчас стараемся, как бы, альбомы писать, чтобы они были более целостные, более, ну, какая-то тематика. Раньше мы как-то не парились, и, там, и по любви, и матерной песни, и какая-то, и все, он такой был, такой, ни о чем. Ну, сейчас индустрия во многом, в принципе, угадываете мысли, индустрия возвращается именно к концептуальным альбомам. Давайте о личном фронте поговорим, точнее, о том, чем занимаетесь. Ну, вот, глядя на Тимура, не скажешь, что ребята не пьют, не курят вообще против всяких вот этих вот штук. Ну, да, здесь вот уже у Руслана, да, я... Кто начал вот эту вот движуху со здоровым видом, образом жизни, или вообще это просто воспитание такое? Ну, наверное, воспитание... Еще бодибилдингом ребята увлекаются, да? Ну, было время, когда прям хорошо увлекались, потом травмы, болячки повезли, и все ушло больше в какой-то кросс-вит, такой любительский спорт. Просто долго занимались футболом, что я, что брат, мы занимались, у нас команда была на парусе, футбольный клуб «Парус», даже сам организовывал, там, был капитаном команды, там, пацанов со двора, мы выступали на первенство города, потом опять же мениск порвал на колени, и как бы с футболом завязал уже, там, тоже, как с качалкой жесткой, тоже завязал, потому что там с локтем проблем. Ну, и такой, все равно, ну, спорт люблю, спорт всегда любил, что я, что брат, мы всегда... Просто ассоциация панк-рок и здоровый образ жизни. Обычно кто-то, ну, Горшенева, самый яркий представитель вот этого трэшового андеграунда панка, не вяжется немножко. Это семейное воспитание, или это просто ваши жизненные решения, или так просто сложились карты? Да, наверное, так сложилось. Нет, был период, когда мы бухали, курили, там, это тоже было, вот через это проходишь, но ты потом взрослеешь уже, как бы, ну, реально здоровье не вывозит. Ты уже и бухать, и футбол играть, и песни петь, и концерты. Во-первых, это, во-первых. Во-вторых, опять же, это сказывается на творчестве. Ну, не сможешь ты, это вот такой какой-то стереотип, или даже не стереотип, а как сказать, как зайдется, забыл слово. В общем, придумали этот, что рок-музыканты там наркоманят, бухают, из-за этого, да, там, сочиняют песни. Ну, реально, я вот сколько читал интервью, что-то СОЯ, что-то зарубежных исполнителей, никто, никогда не, они все пишут под наркотой, под алкоголем, ничего мы не пишем. Все писали на трезвую, там, сидели, разбирались, какие-то даже аранжировки, все это пишется. Лучшие песни, наверное, были придуманы, как раз, молодости. На свежую голову, да. А под алкашки они что-то не запечат, что-то смеяться. Только утром встанешь, наоборот, никакая гитара, ты болеешь, там, ходишь, блюешь, где-то молитвы. Твой необычный взгляд сковал всего меня. Снова я как раб, а ты мне госпожа. Я пред тобой как линз, дрожащий на ветру. И кажется, что я тебя уже люблю. Тоска моих словок, взял изгонные строки и высказать слова. И за какие сроки, как я хочу прижать в своей груди тебя и тихо прожив так, что я люблю тебя. Ты необычно красива, опрочен, как всегда. И кажется, что я уже люблю тебя. Я посвящаю песню прекрасной, как цветок, из рук твоих хочу и спить воды глоток. Как бога смах руки твой совершенный лик. Меня как дурака согнал опять тупик. О, как же хороши во тьме твои глаза. Я знаю это все уже наверняка. Ты необычно красива, опрочен, как всегда. И кажется, что я уже люблю тебя. Я посвящаю песню прекрасной, как цветок, из рук твоих хочу и спить воды глоток. По поводу содержания текстов. Ну, давайте просто вот возьмем, да, я верю в ствол. Это личное что-то такое? Или это просто где-то услышано? Вообще, как вот рождаются подобные тексты? Ну, это больше лично, наверное, потому что мы все выросли в Комсомольске. Плюс, опять же, я вспоминаю конец 90-го, начало нулевых. Вот, был вначале вопрос про панк. Почему раньше был панк как протест, а сейчас... И вот я вспоминаю в то время, в то время тоже панк был как протест, потому что с серьгой пройти на дземгах, там, с длинными волосами, это уже все это. Ты готов к конфликту какому-то. И даже на парусе, помню, хотя я на парусе там всех знал, как бы вращался в этих кругах. Я помню, отрастил бороду, бакенбарды у меня были, как у шахрена. И все равно мне каждый подходил, дергал, там, щипал, и что за фигня, Тимик, что ты творишь, давай убирай, ты что-то как неформал и прочее. И каждый там старался как-то подеть. Ну, по-шуточному, по-доброму. А если... Потом мы ехали на дземгах, я помню, Руслан приехал с Новосибирска, у него были вот такие волосы длинные. Он был худой тогда, 60 килограмм весил с длинными волосами и волосами. И все, мы шли по дземгах, буквально мы там прошли 300 метров и нас там два раза тормозили, и там все пояснее, босну, кто такой, что за чем. И поэтому и были конфликты, потому что я сам по себе человек серого, ты как бы раз стерпел, два стерпел, а на третий раз порой бывает неприятно, когда тебе какой-то там сопляк, грубо говоря, с образованием ПТУшника, учит жизнь и что-то там и все отстроит. Понятно, начинаешь там, бывает и в зубы кому-то дашь, количество берет, качество, никакой спор тебе не поможет серого. И поэтому я помню, у меня эта мысль об этой песне еще тогда зарождалась, и потом я все-таки съел. Конечно, она сейчас уже не так актуальна, как в то время, но иногда я оживил, что у меня не было ствола там, грубо говоря, хотя бы пугануть кого-то можно было на место поставить, потому что люди реально берега по поле. Основной сонграйтер, ну, то бишь, тексты пишешь ты. Ну, где-то 50 на 50, где-то 60 на 40, просто у Руслана тексты все-таки более лирического идут толка, и более попроще, я бы сказал, он больше как бы музыкант. Те, кто бывают в мюзикбоксе, это наш партнер, те знают, что Тимур еще и рисует. Да, и проходила выставка в том году замечательных картин. Я, к сожалению, вот в тонких художественных искусствах плохо разбираюсь, вот это вот ручкой, это что? Это как литография, как вид этой графики называется? Тут тоже я как бы, вот что я в музыке не люблю привязываться к какому-то стилю, что мы панк, что мы рок, вот больше как оно идет, так и идет. рисование, тут эта графика, сюрреализм больше идет, такое, где-то ручка, где-то карандашом, где-то я краску добавляю. Для меня, ну, я стараюсь вообще, чтобы никаких рамок не было, чтобы вот надо только вот ручкой, надо только масляными красками, вот захотел вот так, захотел так, захотел смешал. Кстати, по поводу рисования, брат тоже учился в художке, и младший брат у нас тоже учился в художке. Мы как бы учились в художке, потом играли в футбол, а в итоге остановились на музыке. А теперь играем в рок-н-ролл, да. нас так побросало. И, кстати, такой анонс, 25 октября, по-моему, будет выставка у нас с концертом в баре Rock Bar Garage. Выставка будет называться Противостояние, там будет как супергеройская, вот эта модная, там, Marvel против DC, нарисовал несколько работ. Плюс и будут такие актуалочки, такие, как пародия такая, на злобу дня. Поэтому, кто желает посмотреть, приходите, плюс мы хотим замутить такое противостояние. Я против Руслана, мой сольный сет против сольного сета брата, чисто его песни, чисто мои песни. Каждый может сравнить. Такой музыкальный ринг еще будет. В общем, все такое на противостояние будет держаться. Так что, ждем. Насколько я знаю, вы, по-моему, все заводчане или нет? Не все. Вот кто где работает и что для вас, ну, почему, скажем так, вы не бросите работу и не займетесь окончательно совсем музыкой, как сделал это Костя Кулясов со своими ребятами. Они, что же там, кто грузчики, кто строители были, да, а теперь вот они уже там два-три года, они только музыкой занимаются, никаких левых проектов. Ну, в идеале это было бы, конечно, хорошо, но все-таки вот у нас три заводчанина, ну, что они там давно работают, Руслан там тоже какой-то мастер-хломастер крутой, Слава у нас там, а, Данилка сейчас ушел, Данилка ушел, он сократили, да, вот он сейчас в творческом полете, но он там на железную дорогу сейчас устраивается. Я работал долготорговым агентом, сейчас там переключился на другую деятельность, но в принципе в идеале, да, это было бы круто, но пока музыка не приносит таких доходов, чтобы можно было вот так, а, нафиг нам работать, сейчас будем на гитарах играть, это так пока, хобби все-таки больше, так как нам не по 20 лет надо там, у Руслана тем более семья, дети, у Славы ребенок, тут как бы надо и зарабатывать все-таки, поэтому не так это просто сделать, но если в будущем это будет приносить какой-то существенный доход, тогда, конечно, я думаю, все с радостью переключатся, но все-таки с любимым делом заниматься лучше, чем обычная работа, хотя можешь им там вкатывать на заводе, там, самолет себе. За последние, ну, скажем, там, пять лет, в принципе, достаточно много дальневосточных групп успело поездить на различного рода центральные европейские фестивали, там, от вплоть до нашествия, до там summer festов всяких. Зовут, приглашают, пытаетесь туда прорваться или не ваш уровень, не настолько хорошо играете? Ну, вот тут сложно сказать, как мы играем для таких фестивалей, просто тут, наверное, виной опять же идет то, что, вот я что до этого сказал, что у нас нет определенных амбиций, поэтому все равно, как бы, мы в этом плане мало суетимся, мало куда-то заявки даем, там же все равно надо как-то заявку подать, что-то узнать, а мы, я даже не знаю, где кто, я просто читаю, там фестиваль, там прошу, ну, когда они где проходят, как они это узнают, как туда попасть, ну, как бы, желание есть, да, как бы, мы в Комсомольске долго выступаем, куда-то в другой город съездить, по выступать, с удовольствием съездим, больше даже для опыта, ну, и нам это интересно было бы поиграть, себя показать, людей посмотреть, это, ну, не знаю, вот, честно говоря, за последний год мы где-то, да, у нас какое-то оживление может произошло, что мы что-то начали где-то хоть как-то выступать, двигаться, что-то записывать, у нас как бы 20 лет, и так, все это так, ты играешь, играешь, потом, когда такая пауза, ушел в подполье, там сидишь, записываешь, потом опять что-то вылезет, что-то там снимешь клип какой-то, пошумишь, потом опять, и вот, такими волнами, но сейчас пока верх такая идет, такая небольшая волночка, можно попробовать будет. Ну, глупо, конечно, спрашивать, скажем так, не амбициозной, не имеющей амбиции группы, да, каким образом вот эту планку ровности, написания, песен, да, ведения концертной деятельности держать, или, ну, вам это не важно? Да, да, не важно тут, опять же, мы ничего не теряем, и особо ничего не приобретаем, как говорится, там, выступили мы на концерте, ну, хорошо не выступили, ну, бог с ним, больше, мы все-таки больше сосредоточены, вот, именно на своем каком-то контенте, каверы петь тоже, как бы, особо, ну, можно попробовать, это, опять же, и полезно для мастерства, повышения, как бы, и какой-то опыт получить, но все равно основная цель, это вот свой контент, свои песни, свои альбомы, как бы, вот, самовыражение, клипы какие-то записывать, вот это нравится, если это будет давать какую-то ответную реакцию, мы будем, ты усиливаешь это, там, если пошла реакция, ты как бы еще делаешь, нету реакции, ты как бы, такой взаимосвязанный процесс, когда есть отдача от какого-то любимого делала, что-то ты делаешь, оно поддается, ты еще делаешь, не отдается, ты как бы, у тебя так сразу вянет, ты такой, ну, а кому это нафиг надо, давай дальше играть, как играть, поэтому, ну, ждем, посмотрим, жизнь покажет. Фанатская база большая, узнают, когда по улице идете, там, волк, это вот, они пели там на дне города, или там, вон там, на набережной пели. Ну, прям такого, может, пару раз было, что узнавали, и где-то раз пять, мне в контакте писали, там, просили аккорды, там, я верю, ствол, еще на какую-нибудь песню, там, дайте аккорды, ну, такого прям, чтобы, чтобы, чтобы я там боялся из дома выйти, пока и в помине нет, не знаю, может, Русю там на заводе мучить, но я тоже сомневаюсь, честно говоря, у нас все-таки в городе, ну, надо сказать, так, рок-музыка, рок-культура, она не на первом месте, я все-таки считаю, у нас больше по-другому люди тащатся, поэтому пока так, ну, будем продвигать, двигать людей. Когда ты умрешь, вся яна цветит, зачем он цвести, ведь умерла ты, обидеться солнце, не будет светить, ведь никого мне в этом мире, не умеряй, моя любовь, не умеряй, арестаю вновь, не умеряй, ни без себя не жить, не умеряй, кого еще любить. Когда я помой, важно с каждого дня, когда я сойду, от счастья с ума, и даже тогда не устану любить, я буду губами твои губы ловить. не умеряй, не умеряй, моя любовь, не умеряй, арестаю вновь, не умеряй, мне без тебя не жить, не умеряй, кого еще любить. когда уходил, когда уходил, за счастьем поход, я не щадил, ни себя, ни живот, я шел наряжен, в открытом бою, я громко кричал, что тебя я люблю, не умеряй, моя любовь, не умеряй, арестаю вновь, не умеряй, не без тебя не жить, не умеряй, кого еще любить. Спасибо. Хорошо. Вопрос, который меня мучает, наверное, с 2003 года, вот как я сюда вернулся, в город Комсомольск, после Центральной России. Вот эти, ну, назвать их я не знаю как, ну, в общем, нехорошие редиски из молодых людей, которые говорят, что Комсомольск это днище, делать здесь абсолютно нечего, надо уезжать, валить в Краснодарский край, там куда-то, да. Ну, здоровые дядьки вот сейчас рядом со мной сидят. Чего вы никуда не уезжаете? Можно здесь жить? И нужно ли здесь жить? Я считаю, жить можно везде, где тебе хорошо. Главное, чтобы тебе нравилось, если понятно, если тебя плохо гнобит, то тебя что-то душит, вот, ну не можешь ты. Ну, лучше тогда не ной, не пиши, возьми чемоданы, не знаю, продай все, что есть, и уже уедь, и не капай на мозги. Либо тогда, как-то не знаю, вставайся и делай, как бы, здесь вещи. Я считаю, где родился, там и пригодился, это мой жизненный принцип. Плюс, опять же, как бы, у меня тут родители, деды, тут все, тут вся родня моя, как бы, я такой в этом плане патриот, конечно, до мозга костей. Для меня Дальневосток и Комсомольский, тут, как бы, родина такая, до конца будут тащить вот этот крест свой, какой бы он ни был, с этими дорогами, со всеми, но это вот мое, это как, говорят, родители не выбирают, так и родину не выбирают. Конечно, есть много вопросов и к городу, и к краю, и к стране в целом, но я все-таки склонен тому, что от человека больше зависит, от тебя лично, от твоего какого-то внутреннего, от тебя исходит. Ты, как бы, сейчас не такое время, что вот тебя тут цепями заковали, и ты ничего не можешь сделать. Хочешь, уехал, хочешь, приехал, переехал там, хочешь, там, записал песню, выложил ее в интернет, если ты крутой, реально, как ты говоришь, тебе не дают развиваться, ну, пожалуйста, в YouTube выкладывай, если ты реально что-то стоишь, ты все, люди увидят это, ты не знаю, занимаешься ты стендапом, опять же, записал, все, выложил. Сейчас это уникально, это ладно, я понимаю, там, в 70-е, ты живешь в деревне, у тебя реально не было никакого шанса, там, там, как-то самовыражаться. Сейчас же столько возможностей появилось, что, мне кажется, можно жить и в Комсомольске, и в Богородске, там, не знаю, и в солнечном, и при этом делать красиво, если это кому-то будет цеплять, тебе заметить, у тебя будут свои поклонники, своя какая-то группа людей, которые тебя будут слушать. Поэтому... Вот таких комсомольчан нам не хватает, которые занимаются спортом, учились в художественной школе и до сих пор продолжают рисовать, упорно трудятся на градообразующих предприятиях и играют замечательную музыку. Кстати говоря, по поводу музыки. Есть очень много, ну, не очень много, да, 50 на 50, скажем так, есть матерные песни, есть цензурные песни. Ну, где-то примерно так. Ну, где-то, да. 60 на 40, да. Как вообще относитесь к матершине? Должна она присутствовать или она должна каким-то образом подчеркивать необходимость того или иного действия? Ну, я считаю, мат без повода, он точно не нужен. Ну, если он не несет смысла какого-то, вот просто где-то, что ты спокойно сидишь, общаешься, да, зачем эти вставлять, эти матершины слова. А где-то бывает, конечно, это как русская культура уже, мат это наше, и какое-то словечко одно, ты его вставил, вот именно вот дополнил и уже сразу эффект другой переворачивает весь смысл. И плюс, опять же, бывает такая ситуация, что ты без мата тут вообще никак. Вот, когда мы сейчас ехали... все лажа, да. Да, ну, лажа это еще мягко говоря. А где-то хочется и сказать о покрытии. Да, тут вон поедешь по этой ком-шоссе, ну, какие тут, тут только мат, все, тут ничего не остается. Так же и в песнях. Единственное, мы раньше как бы больше было, сейчас все равно стараемся от матов уходить. Ну, во всяком случае, убирать их там, вот как я говорил, где они, ну, реально они нужны, где можно спеть спокойно. Зачем там это лишнее матершинное слово? Либо и песня строится определенно, ну, на какой-то фразе, там что-то уже есть, тогда, да, можно и матернуться. Ну, я не знаю, может, у брата другой увидел, пусть он поговорит, это что-то. Перехватил у него, он тоже засыпает, там смотрит. У меня вопрос такой. Я уже думал, уснул тут. У меня вопрос такой. вот такой брутальный дядька сидит и пишет лирические песни. Как его уживается вот этот вот внешний вид, это как у лягушки красного цвета, не подходи ко мне ядовитое, да? По жизни ты лирик или ты вот такой брутал? У меня такого самоощущения как бы нет, что я брутал, я так себя не чувствую, потому что к окружающим, кажется, так. Ну, вот здесь, для меня кеш такой, в мышце тут сидит. Нет. Просто лирические настроения, как бы, про любовь мне как-то, больше к этому душа лежит. Не знаю. Не, хотя я сейчас пишу, по-моему, социальные песни чаще стал. Уже какая-то любовь, можно сказать, сердце разбито уже, любовь это шла на задний план. А вот, понятно, что, да, вы все там варитесь в братском котле, бывают такие трения, когда вот, ты придумал текст, и мало того, что еще и придумал мелодию, и вот, прямо она должна быть, а тебе говорят, нет, давай играть другое. Мелодию, в смысле, на текст? Да. Вот тут как бы, у нас есть четко такое разделение, как бы, я специализируюсь больше на мелодике, ага. Тему, как бы, на тексте. Я, как бы, в текст никогда не вкладываюсь. Вот. У меня, как бы, так, накидал быстренько, и все. Все я. Нет. А Тему потом, бывает, дорабатывает мои тексты, а я дорабатываю мелодику его, когда он что-то заложит изначально. То есть, по мелодике, главный ты, да. Не получилось вопрос задать. Ну ладно, хорошо. Ну, новая песня такая, еще нигде ее не пел, сейчас тут попробую. Это я переделал лирическую песню нашего барабанщика, он тоже иногда пишет песни, если что. по такую, на злобу дня. Песня называется «Вроде бы». Там, не сказать, что... Вроде бы без тундуры там нет. Яйца же это у нас. Яйца, да яйца. Иван Дурак на печи Чешет яйца и кирпичи Пишет Иван Вопрос в сельский чат Что же нам делать? И кто виноват? Вроде бы все четко у нас. Вроде бы... Вроде бы и снефть, лес и газ. Вроде бы... Вроде бы все в тайв могли жить. Вроде да... А в итоге в жопе опять... Родина... Иван Дурак Рисует плакат. Мол, хватит так жить. Хватит нам врать. Наивный Иван. Наивный до слез. Ивана ведут в автозак на допрос. Вроде бы все четко у нас. Вроде бы... Вроде бы и снефть, лес и газ. Вроде бы... Вроде бы все в кайф могли жить. Вроде да... А в итоге в жопе опять. Родина... Вроде бы... Вроде бы все четко у нас. Вроде бы... Вроде бы и снефть, лес и газ. Вроде бы... Вроде бы все в кайф могли жить. Вроде бы... Вроде бы... Вроде бы... Вроде бы... Вроде бы... Городники... Они занимались спортом, пока могли. Они Радообразующих предприятиях города. Они продолжают оставаться жить в Комсомольске и играть замечательную музыку, выступая на городских мероприятиях. Огромное вам, ребят, спасибо от коллектива, редакции Дальневосточного Комсомольска, от слушателей радиостанции «Рады Музыки». Ну, а мы, друзья, с вами не прощаемся. Обязательно кого-нибудь еще в студию пригласим. До свидания.